О том, что сегодня в Донецке большой футбол чувствовалось с утра, по центру города гуляли компании иностранных болельщиков с атрибутикой, покупали сувениры, распевали гимны и поднимали настроение алкоголем. Всего, по данным мэрии, на игру Англии и Франции в Донецк приехали больше 20 тысяч иностранцев. За несколько часов до начала матча Франция-Англия указ Донбасс-Арены – настоящее столпотворение. Так, москвич Пётр стоит в очереди около часа. У нас есть билеты, точнее, есть бронь, что мы их купили, и мы их уже оплатили, но нам должны их распечатать. И вот, соответственно, это занимает тонну времени. Житель Лондона Галлип Сурани купил с друзьями билеты заранее. Страшилки об агрессивных украинских ультрас он по британскому телевидению видел, однако в городе фанатов-беспредельщиков так и не встретил. Я не видел в Донецке ни одного конфликта, ни одной драки. Люди вокруг адекватные, не агрессивные. Никаких проявлений расизма или косых взглядов в наш адрес не было. Накануне мы зашли в одно из кафе в центре города, пообщались с местными, выпили кофе. Могу сказать, что дончане – отличные ребята. Центр Донецка ещё в полдень был заполнен иностранными болельщиками. Этот гимн французы будут петь во время матча, а пока не распиваются, англичане неподалёку напиваются. Британские фаны сделали аллею с красно-белых флагов возле паба и пили вино с пивом прямо в клумбе с розами. Уборочные бригады весь день курсировали по периметру и буквально ловили на лету каждый выброшенный окурок или фантик. Поэтому через несколько минут после того, как англичане удалились на Донбас-арену и стоптанную ими клумбу коммунальщики, привели в порядок. Тем временем карнавалом и концертом сегодня официально открыли фан-зону в Донецке. За первой игрой по большому экрану отсюда следили около 20 тысяч человек. Эстонские болельщики, например, предпочли смотреть футбол на фан-зоне. Из напитков на фан-зоне только пиво. Однако иностранные гости творят с алкоголем злые шутки. Подливают в него неизвестную жидкость, чтобы усилить опьяняющее действие. Кроме англичан и французов, на футбол Донецк приехали россияне на фан-зону. Они пришли за три часа до начала матча. Часть из них болеет за Англию, часть за Францию. Есть и такие, кто поддержит Украину. Мы вчера уже здесь собрались. У нас сегодня будет полторы тысячи русских. Это Пермь, Череповец, Новосибирск, Самара, Саратов, Брянск. Мы все будем посередине поддерживать ваших. Желаем победы. Коноплянка-Назаренко, 2-0, Украина. Сегодня сборная Украины. Поддержка фанов понадобится. В 21.45 наша команда выйдет в Киеве на поле против шведов. Матч покажут и на Донецкой фан-зоне. Ольга Соломяна, Станислав Мирошниченко, Виктория Чистюхина и Александр Певтьев. Телеканал Донбасс. Телеканал Донбасс.